Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала Дочь Посла. Не забудьте поставить лайк нашему видео. Узнав, что она беременна, Мави оказывается перед большой дилеммой. Ее прошлые боли и страхи не позволяют ей надеяться на будущее и на нового ребенка. С другой стороны, буря, разразившаяся в особняке из-за Халеси после свадьбы, приведет к тому, что весь порядок в особняке изменится с шагом, который предпримет Санджар. Седат и Гувен стараются избежать каких-либо пробелов при реализации своего нового плана. Мави горит в собственном аду нерешительности, не подозревая о приготовленной против него ловушке. Он осознает, что противостоять Санджару в этом вопросе будет нелегко, но он будет чувствовать себя беспомощным перед меляком. Пока Санджар изо всех сил пытается защитить своих близких, он сначала опустошен фактами, которые он узнает о пристани для яхт, а затем новостями, которые он получает от своей матери. Хотя Элван постоянно разочаровывается в Бори, женщина, которую она встречает, заставляет ее усомниться в себе и изменить свою точку зрения. Ихья же продолжает сражаться за Эльвана и предпринимает неожиданные попытки. Их миры вот-вот изменятся из-за внезапных печальных новостей. Халеси видит, что ее усилия не приносят результатов, и идет к Сидату и Гувену. Мави же окажется перед дверью клиники, принимая решение, которое коренным образом повлияет на ее отношения с Санкаром и Мелек. Конечно, изменений произошло много, но есть один персонаж, которого я уже не могу узнать. Этот человек, конечно же, никто иной, как Санджар Эфи. Характер стал таким, что мне трудно понять или даже интерпретировать, является ли человек, которого я интерпретировал и знал до сих пор, тем же человеком, что и человек передо мной сейчас. В таком случае голос внутри меня задает вам единственный вопрос, где мой Эфи? Что меня больше всего беспокоит в Санджаре, так это то, что его стратегический гений, которым я всегда восхищался, теперь полностью исчез. Те, кто следил за сериалом с момента его первой серии, поймут, о чем я говорю. Санкар Эфи, умный человек, обладающий высокой дальновидностью, чрезвычайно хорошо осведомлен о происходящих вокруг него событиях, издалека наблюдает за людьми, которых называет своими врагами, и всегда принимает меры предосторожности против возможных событий. Он игрок, который предвидит, что Акын однажды может стать проблемой, и принимает меры предосторожности при установлении отношений с гидизом, а когда он становится врагом своего лучшего друга, он заранее улавливает ходы другого, и разрабатывает ходы против него, как мастер по шахматам. Даже в своих более поздних битвах с Гувеном и Кахраманом, он до сегодняшнего дня никогда не ослаблял бдительности. Я думаю, это потому, что я в замешательстве. Послушайте, Санджар, после всех событий, через которые он прошел, решает предпринять действия против Гувена и его гениального плана, не дать жителям муглы работать с Гувеном. Когда это произошло? Кстати, после того, что случилось с Санкаром, он не смог сам решить свои проблемы, Мави начал решать их одну за другой. Однако, что сделал бы старый Санджар. Из-за того, что Гувен настаивал на мелике, он поручил своему человеку или людям следить за Гувеном и знал о его сотрудничестве с Сидатом, таким образом даже не позволяя устроить ловушку. Теперь, пока Гувен разрабатывал ход за ходом, Санджар просто наблюдал. Несмотря на то, что он сделал несколько слабых шагов, он опоздал даже на эти шаги. Честно говоря, мне эта ситуация кажется очень странной. Я бы хотел, чтобы это была единственная проблема. При всей искренности после всех событий, я бы сказал, что он растерялся и повесил трубку, но это не так. Еще есть выпуск о Халисе Эфи, который я смотрел с открытым ртом на этой неделе. А Санкар Эфи А. В этот момент мне было его жаль больше всего. Его жизнь буквально попала в порочный круг, из которого он уже никогда не сможет выбраться. Недавно он потерял и женщину, которую любил, и своего лучшего мужчину, и ему пришлось пережить две большие боли. Теперь он снова застрял в том же цикле, и мне трудно предположить, как он выберется, и будет ли на этот раз удача на его стороне. Санджар потерял женщину, которую любил много лет назад. Когда Нари исчез из его жизни, как Алакакус, Коврук и Гедиз были с ним. Один был его братом, а другой — его шофером. Ему каким-то образом удалось выжить при их существовании, и он смог жить для своих близких, если не для себя. Спустя годы, как раз тогда, когда он думал, что воссоединился со своей возлюбленной, он потерял и Нари, и Гедиза. Бремя, оставленное ими двоими, было очень тяжелым, но Санкару удалось преодолеть это бремя вместе с Мелек, Мави и Ковруком, но как это произойдет теперь? Если то, что случилось с Ковруком и Мави, обернется так, как мы опасаемся, как они справятся со всем этим бременем? Если вы спросите меня, на этот раз он, возможно, не так легко справится с этим, или, я думаю, правильнее было бы сказать, Санджар никогда больше не будет прежним. Конечно, я займу место Мави в жизни Санджара, но сначала хочу поговорить о Ковруке. Партнер Санкара Эфи в беде, его друг по судьбе, его брат. Самая крепкая стена, на которую он мог опереться на протяжении всей своей жизни. Даже мысль о том, что его больше нет, пугает. Особенно в тот последний момент, когда я услышал крик Санджара и последнее пение Коврука, меня охватило мрак. Коврук. Пожалуй, он был самым невинным в этом сериале. Настоящая любовь, преданная жизнь, верность, все это он сжег в едином огне и положил свою жизнь под ноги своего Эфи. Мужчина рядом с Санкаром был не его правой рукой, а его братом. Он действительно заслуживает счастливого конца, иначе я был бы по-настоящему опустошен. Я не думаю, что он заслуживает столь болезненного ухода, но эти прощальные слова никогда не покидают моих ушей. Я надеюсь, что для него произойдет чудо и что он не сядет на коня смерти и не отправится в страны, откуда нет возврата, оставив после себя Зихру, с которой он воссоединился спустя много лет, и Фегулары, которому он отдал свою жизнь. Прежде чем я смог преодолеть шок от пули Коврука, я также столкнулся с аварией Мави. Спустя долгое время Мави стал домом, где Санкар обрел покой, и гаванью, где он нашел убежище. Пока Санкар изо всех сил пытался защитить себя и свою семью, они начали жить любящей жизнью в маленьком мире, который они построили вместе. Конечно, с учетом того, что произошло после всего этого счастья, это мирное облако лопнуло, и синие тона, распространившиеся по жизни Санкар, вот-вот сменяются серыми тонами. Как я уже сказал выше, Санкару выпала судьба пережить множество бедствий одновременно. На этом наша видеодочь посла закончилась. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.